Я получил великое благословение. Большую часть своей взрослой жизни я служил среди святых Тихоокеанского региона. Их вера, любовь и удивительные жертвы, жертвы этих преданных святых, наполняют меня вдохновением, благодарностью и радостью. Их истории перекликаются с моей. Я на своем опыте убедился, что у этих святых много общего с той самой вдовой, за которой наблюдал Спаситель, когда он сел против сокровищницы, и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты. Подозвав своих учеников, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо они все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». И хотя эти две лепты были, по сути, мизерным вкладом, для Спасителя ее дар имел величайшую ценность, поскольку она отдала все. В тот момент Спаситель глубоко понял эту вдову, так как ее дар показал ему ее сердце. Ее любовь и вера были настолько чистыми и глубокими, что она пожертвовала от скудости своей, зная, что получит все, что ей нужно. Я убедился, что у святых Тихоокеанского региона такие же сердца. Недавно в маленькой деревне на одном из островов пожилой мужчина и его жена приняли решение, приглашение миссионеров, искренне спросить Господа, истинно ли то, чему их учат. В процессе этого они также задумались о последствиях тех обязательств, которые им необходимо было принять, если ответ, который они получат, приведет их к принятию восстановленного Евангелия. Они постились и молились, чтобы узнать об истинности Церкви и подлинности книги Мормона. Ответ на их молитвы пришел в форме сладостного, но яркого, яркого чувства уверенности. Да, это истина. Получив это свидетельство, они решили креститься. Этот выбор был нелегким. Решение креститься обошлось им дорогой ценой. Они потеряли работу, пожертвовали социальным статусом, утратили важные дружеские отношения, а также поддержку, любовь и уважение своих родственников. Теперь они ходили в церковь каждое воскресенье, обмениваясь неловкими взглядами с друзьями и соседями, которых встречали по пути. В таких непростых обстоятельствах этого доброго брата спросили, что он думает о своем решении присоединиться к Церкви. Его ответ был простым и непоколебимым. Это истина, не так ли? Наш выбор был очевидным. Сердца этих двух новообращенных святых воистину были подобны сердцу той вдовы. Они, как и та вдова, положили все. Отдали все, что могли, сознательно пожертвовали от скудости своей. Плодом их верующих сердец и их стойкой веры в эти трудные времена стало то, что их бремена стали легче. Заботливые члены Церкви окружили их своей любовью и служением, и они также обрели личную силу, служа в церковных призваниях. После того, как они положили все, для них настал знаменательный день, и они запечатались в храме, как вечная семья. Они испытали то же, что и новообращенные под руководством Алмы. Господь сделал их сильными, дабы они могли нести свои бремена с легкостью, и они подчинились радостно и с терпением всей воли Господней. Таким было сердце вдовы, воплощенное в этой замечательной паре. Позвольте мне рассказать еще одну историю, в которой полностью проявляется сердце вдовы. На Самуа мы работали с сельскими советами, чтобы добиться разрешения для миссионеров проповедовать Евангелие. Несколько лет назад у меня состоялся разговор с вождем той деревни, в которой долгие годы нашим миссионерам запрещалось проповедовать. Мой разговор состоялся вскоре после того, как Верховный Вождь открыл деревню для церкви, разрешив миссионерам учить тех, кому интересно узнать о Евангелии и его учениях. После стольких лет, став свидетелем такого чудесного поворота событий, меня снидало любопытство. Мне захотелось узнать, что же сподвигло Верховного Вождя на такое решение. Я спросил об этом, и Верховный Вождь ответил мне, «Человек может какое-то время жить во тьме, но рано или поздно придет день, когда ему захочется прийти к свету». Верховный Вождь, открыв деревню, продемонстрировал этим поступком сердце вдовы. Сердце, которое смягчается, когда ему открывается тепло и свет истины. Этот руководитель был готов отказаться от многолетней традиции, столкнуться с противостоянием и твердо стоять на своем решении, чтобы другие могли быть благословлены. Это был руководитель, чье сердце сосредоточено на благополучии и счастье своего народа, а не на традициях, привычной культуре и стремлении к личной власти. Он отпустил сомнения и принял то, чему учил президент Монсон. Следуя примеру Спасителя, мы получим возможность стать светом для окружающих. Позвольте мне напоследок поделиться еще одной историей о святых Тихоокеанского региона, которая глубоко запечаталась в моей душе. Несколько лет назад я служил молодым советником епископа в новом приходе на Американском Самоа. У нас было 99 прихожан. Это были фермеры, рабочие и консервных заводов, госслужащие, а также их семьи. Когда первое президентство объявило в 1977 году о строительстве храма на Самоа, мы все радовались и были преисполнены благодарностью. В то время, чтобы поехать в храм из американского Самоа, нужно было ехать на Гавайи или в Новую Зеландию. Такое путешествие стоило недешево, и многим верным членам церкви оно было не по карману. Также в то время членов церкви призывали жертвовать средства в строительный фонд, содействуя таким образом в строительстве храмов. В этом духе наше епископство попросило прихожан с молитвой подумать над тем, какой взнос они могут совершить. Была назначена дата, когда семьи сделают свои пожертвования. Позже, когда епископство стало в атмосфере конфиденциальности считать эти пожертвования, мы были глубоко тронуты верой и щедростью наших замечательных прихожан и преисполнили смирение. Зная каждую семью и их обстоятельства, я ощутил глубокое и стойкое чувство благоговения, уважения и смирения во всех смыслах. Это были лепты пожертвования вдовами от скудости своей, отданные с радостью из-за данного обещания о строительстве святого храма Господа на Самоа. Эти семьи посвятили Господу все, что имели, с верой в то, что они не останутся в нужде. Их дары показали, что у них были сердца вдовы. Все, кто отдавали, делали это абсолютно добровольно и с огромным желанием, поскольку их сердца, похожие на сердце вдовы, оком веры, видели великие и венчающие благословения, припасенные для их семей и для всего народа Самоа и американского Самоа, для будущих поколений. Я знаю, что Господь увидел и принял их освященные пожертвования, их лепты вдовы. Сердце вдовы, отдавшее свои две лепты, это сердце, которое отдаст все, принося жертвы, преодолевая трудности, гонения, неприятия, а также неся бремена любого рода. Сердце вдовы — это сердце, которое чувствует, ощущает и знает свет истины. Оно отдаст все для того, чтобы постичь и принять эту истину, но также помогает другим увидеть этот свет истины и прийти к той же мере вечного счастья и радости. Наконец, сердце вдовы определяется готовностью отдать все для созидания Царства Божьего на земле. Давайте все вместе, как святые по всему миру, объединимся и будем делать все необходимое, чтобы обрести сердце вдовы, поистине радуясь благословениям, которые помогут в скудости и избавят от нее. Я молюсь за каждого из нас, чтобы она схватила мужество в сердце, нести свои бремена, приносить необходимые жертвы, и чтобы она схватила силы воли, чтобы отдавать и действовать. Я обещаю, что Господь не оставит нас в нужде и в скудости. Сердце вдовы наполнено благодарностью за Спасителя, который был мужем скорбей и изведавшим горе, болезни, для того, чтобы нам не пришлось пить горькую чашу. Несмотря на наши слабости и неудачи, даже благодаря им, Он продолжает простирать свои руки, пронзенные для нашего блага. Он поднимет нас, если мы готовы прийти к свету Его Евангелия, постичь и принять Его, и позволить Ему наполнить нашу скудость. Я приношу свое свидетельство о великой любви, которая объединяет нас всех, как учеников и последователей Господа Иисуса Христа. Я люблю и поддерживаю президента Томаса Монсона, как Божьего пророка на земле. Книга Мормона — это еще одно свидетельство миру об Иисусе Христе. Я приглашаю всех читать ее и открывать для себя ее послание. Все те, кто примут приглашение Господа прийти к Нему, обретут покой, любовь и свет. Иисус Христос — наш великий пример и искупитель. Только через Иисуса Христа и чудо Его бесконечного искупления мы можем обрети вечную жизнь. Об этом я приношу свидетельство в Его святое имя. Во имя Иисуса Христа. Аминь.